Доброе утро! Я Петрушкевич Павел. Рад приветствовать вас в рубрике «Быстрый завтрак». Сегодня мы будем готовить французские сладкие гренки. Для этого нам понадобится батон в нарезке, молоко, масло сливочное, два яйца, сахар. И на выбор любой сироп, либо сметана, я подготовил сироп из лесных ягод. Все эти продукты традиционно нам предоставил супермаркет «Амби». «Амби» – качественно новый. Для приготовления данного блюда молоко мы переливаем в дежу, разбиваем туда два яйца вместе с желтком, немного подсаливаем данную субстанцию, каплю. И добавляем туда сахар. Сахара должно быть, соответственно, намного больше, чем соли. Для чего мы добавляем соль? Соль вместе с сахаром работает как усилитель вкуса. То есть просто посластив любое блюдо, готовите ли вы кашу, сладкий омлет, или те же самые французские сладкие гренки, они будут сладкими-то в любом случае, но недостаточно полноценным будет ощущение от этого блюда. Если вы капельку подсолите, то блюдо обретет все, так сказать, цвета. Аккуратно венчиком взбиваем до однородности нашу массу, добиваемся того, чтобы сахар растворился там. Чтобы сократить размешивание, можно использовать даже сахарную пудру, возможно, с ванилью, тогда гренки будут еще вкуснее. Готова наша вкуснейшая смесь. Замачиваем туда гренки. Хлеб можно использовать любой, свежий, либо чуть-чуть несвежий. Это принципиально не имеет значения, потому что это будет влиять только на время замачивания его. Делать следующим образом, то есть хлеб в любом случае абсорбирует как губка, то есть мы в субстанции сжимаем его, и при сжимании он впитывает в себя, абсорбирует всю водичку. Выставляем нашу сковороду на огонь, добавляем масло, ждем прогрева. Передерживать в субстанции гренки не советую, почему? Они просто банально у вас могут развалиться. Для того, чтобы наши гренки получились более вкусными, добавим секретный ингредиент. Банален он до безобразия, это обыкновенное сливочное масло. Сливочное масло в совокупности с растительным даст нам устойчивую смесь, и плюс обогатит ее приятным ароматом. Аромат уже пошел, и за ароматом отправляются греночки. Подглядываем, чтобы они не подгорели. Как появится золотистая корочка, значит мы можем переворачивать наши греночки. Самое главное, чтобы они не подгорели. Опять же, если вы не переборщили с сахаром, преждевременно это не произойдет. И переворачиваем. Также запекаем с другой стороны. Получается следующим образом. То, что они все абсорбировали наши брускеты, мы обжариваем с одной стороны, запекаем, то есть обжариваем с другой, запекаем. То есть субстанция, которую мы промачивали, уже выйти не может. И остается что? Правильно, под температурой прогреваться и сворачиваться внутри. Получается такой сладкий омлет, пропитанный с участием углеводов, которые содержатся в белом хлебе. Итак, наши французские гренки готовы. Поливаем последний штрих, делаем их ягодным сиропом. Готово. Приятного аппетита! Французские гренки можно подавать к чаю или к вашему утреннему кофе. Приятного аппетита! А я жду вас в пятницу и в субботу вечером в своей кулинарной студии Павла Петрушкевич. До свидания! Для приготовления настоящего французского завтрака вам понадобится 3 куска батона, 2 столовые ложки молока, 1 яйцо куриное, соль по вкусу, масло растительное 1 столовая ложка и сахар 15 грамм. Редактор субтитров А.Семкин